Алло. Здравствуйте, Сергей Федорович. Добрый день. Меня зовут Андрей Паук. Разрешите задать вопросы. Андрей Паук? Паук. Паук, да? Да, Паук. Да, слушаю вас, Андрей. Скажите, пожалуйста. Где проживаете, адрес ваш? Гомельская область. Слушаю вас, Андрей. А отчество как ваше? Владимирович. Почему администрация района бездействует в разгар четвертой волны ковида? Спрашивают. Кто спрашивает? Ваши жители спрашивают. Наши жители спрашивают? Вашими устами? Да. Конкретно? Конкретно в чем? Ну, конкретно в чем бездействует? Так, в Вольшанах уже месяц работает пункт вакцинации, и за это время никто не вакцинировался. Как планируется это исправлять? Он уже там не работает. А где работает пункт вакцинации? Ну, у нас работает в городке и в Столине. А как часто вакцинируются люди? По желанию. Ну, какой процент у вас привитых? А зачем вам эта информация? Ну, это не запрещено спрашивать. Ну, так это и не запрещено не говорить. А в каких целях? А в каких целях вы интересуетесь? Мне интересует вопрос. Причем от жителей Столинского района, как-то так завуалировано. Общественный контроль. Это не запрещено законодательством. Не запрещено законодательством. Общественный контроль? Да, да, именно так. Вы знаете, насчет общественного контроля. Приезжайте ко мне в кабинет, предъявляйте документы и будем разговаривать. Если у вас общественный контроль. На что вы ссылаетесь когда-то, говорите? Ну, а на что вы? Так и мне Конституция это гарантирует право. Ну, так ко мне, что не гарантирует? Сергей Федорович, напоминаю, что госорганы работают открыто и гласно. И у вас сегодня прямая линия. Совершенно верно. Открыто и гласно. Определенные вещи у нас происходят. И заявлять так, что в Соленском районе администрация не занимается ковидом. Я бы так это подумал, чтобы сказать так. А хорошо, тогда будем думать, что вы занимаетесь. Просто конкретных фактов нет сейчас. Вы не ответили. Ну, потому что у вас нет конкретной информации, извините. В общем, говорите. Ну, понятно. О каких-то целях. Давайте так, конкретные вопросы, конкретный будет ответ. Процент привитости в районе какой? Нормальный процент привитости. Это 70% или 30%? Нормальный это сколько? А по стране какой? Так я не знаю, по какой. Я не в курсе, правда. У нас нормальный процент. У нас более 30% сейчас. Так, вот. Спасибо. Понятно. Нормальный процент 30%. Сейчас идет активный сбор клюквы на альманских болотах. Каждый год там теряются люди. Что делают для предотвращения таких случаев? Какие у вас есть факты, что там теряются люди? У меня никаких нету. Вот человек беспокоится. Почему тогда вы так разговариваете, что теряются люди и так далее? Что мы делаем? Я не в курсе. Если не теряются, значит не теряются. Ну, ну, что у вас там за такая анкета опросная? Так, еще один вопрос. Идет ли в районе подготовка к анонсированному референдуму? Что? Идет ли в районе подготовка к анонсированному референдуму? Все, что необходимо по данному вопросу, все в районе делается. Написано тут вот еще. Осознают ли чиновники свою ответственность в... Вы мне расскажите. Это жители района вам так делегировали? Да, да. Серьезно? Да, да. А вы какое отношение имеете к Столинскому району? А какое я должен иметь отношение к Столинскому району? Ну, какие-то родственники. Мне же тоже интересно, какие-то родственники или еще что-то у вас тут проживает. Сергей Федорович, я... Откуда у вас такая информация? Я общественный активист, известный блогер. Какой организации вы относитесь? Центральное революционное управление. Какое? Центральное революционное... Революционное? Да, управление. О, такое есть. Кем это заегистрировано? Где? Подскажите. Это негласно зарегистрировано. Негласно зарегистрировано? Да. Вы не шутите с этими вещами? Шутить никто не будет. Как? Центральное революционное управление? Да, революционное. Хорошо. В гугле наберите, пожалуйста. Проверьте. Центральное революционное управление. Да. Разрешите еще один вопросик задать? Давайте. Почему администрация района не реагирует на задержание честного офицера в отставке Александра Велесницкого? Что? Почему администрация района не реагирует на задержание честного офицера в отставке Александра Велесницкого? Александра Велесницкого? Где он задержан? Почему он задержан? Ну, расскажите, почему и где? А что там в следствии идет? Во-первых, я не имею права это делать. Если он задержан, то по какой-то причине, наверное, задержан. Задержан ли он? Так вы не в курсе этих событий. Я сейчас уточню в интернете. Я сам не знаю. Ну, так что вы не знаете. Почему задаете такие вопросы? Ну, чтобы у вас из первых уст устали не задержан. Вы сами не знаете. Понимаете? Я вам скажу следующее. Почему, например, какой-то Петр Ванзич на сегодняшний день находится в командировке? Это точно такой же вопрос. Минутку. Сейчас мы вместе уточним. Александр Велесницкий. Вот в Столине задержали офицера, который в прошлом году осудил милицейское насилие. Силовики задержали в Столине Александра Велесницкого. По предварительной информации, основанием для ареста стали комментарии в соцсетях об убийстве Андрея Зельцера. Вот так вот. Теперь мы знаем. С вами. Я не доверяю вашему источнику информации. Совершенно. А какому вы доверяете? Что? А какому источнику нужно доверять? Да какому источнику нужно доверять? Да. Тот, который передо мной, перед глазами, где официально, документально все, значит, задокументировано, проведены определенные следственные мероприятия. А то, что вы заявили, или то, что написано в интернете, для меня это ни о чем не говорит. Понятно. Я верю фактам. Ну, так и мы, жители Республики Беларусь, верим фактам. Например, у нас... Извините, давайте так, конкретно, потому что вы занимаетесь. Да, у нас есть факты, что гражданин Лукашенко проиграл на выборах. Вот что делать с этим фактом? У вас есть эти факты, но радуйтесь этим фактам, если они у вас есть. Сергей Федорович, хочу вам напомнить, что в Республике Беларусь власть захвачена, и вы работаете на оккупационную администрацию. То есть вы соучастник преступления. Я рискну вам сказать, что вы мне не угрожаете, потому что такую же ответственность несете. Понятно? Все мы несем ответственность за наше бездействие. Вот именно. Поэтому, прежде чем говорить что-то, уважаемый, может быть, Андрей Владимирович. Да. Может быть, Андрей Владимирович. Андрей Владимирович, паук, да. Да. Вы познакомитесь со мной, если не знаете. Вы, значит, следите за своими словами. И оскорбление в мой адрес я не приму. А кто вас оскорблял? Каким образом? Вы меня оскорбляете сейчас. За то, что вы соучастник захвата власти? Совершенно верно. Так это факт. Это факт? Да. Факт тот, что вы не любили и не любите свою страну. Вот это факт. Понятно? Вы меня, знаете, вы меня тут не оскорбляете. Значит, извините. Извините. У вас есть еще ко мне какие-то вопросы? Все, вопросов больше нету. Вопросов больше нет. Всего вам хорошего. На досуге. До свидания. До свидания. Продолжение следует...